Приветствую вас, и если говорить конкретно о человеке, которого вы любите, то чтобы проверить его чувства, достаточно откровенно рассказать ему о своих, тогда и будет понятно, как он к вам относится. Если в его глазах, в его листах, в его поведении появятся соответствующие изменения, и вы увидите, что человек относится к вам по-другому, искренне, чутко, то это означает, что взаимосты есть. Если же по факту поведение человека ничего не изменится после вашего признания, то он испытывает к вам безразличие. Вы не понимаете, что интересы ваши, как бы, попадают в зависимость от человека, которого вы любите. И если после вашего признания он вроде бы признается вам в своих чувствах, но при этом по его поведению вы будете видеть, что интересы он за ощущениями свои, это означает, что он вас использует, и с таким человеком лучше не связывать свою жизнь. Что касается вас, то здесь ситуация несколько иная, и надо сказать так, что если вы человека любите, то вам, в общем-то, если любовь искренняя, чистая, то вам, в общем-то, не обязательно, чтобы он отвечал вам за именство, достаточно браться, стремиться сделать этого человека счастливым, и знать, что он счастливым, и делать все для того, чтобы он был счастливым. И если он счастлив, вне зависимости от того, с вами или без, то вы будете счастливы сами. Если этого не происходит, значит, ваша любовь вносит немножечко эгоистичный характер, и тогда нужно подумать, проанализировать, что же, собственно говоря, вы получаете или хотите получить от отношений с этим человеком. Вполне возможно, что те желания, те потребности, которые вам движут, являются универсальными, то есть вы стремитесь удовлетворить их не только с этим человеком, и тогда нужно понять эти потребности, научиться их удовлетворять самостоятельно. Они не связаны с личными отношениями и половой идентификацией, они связаны, скорее, с потребностями социального индивида и личности в целом. И удовлетворение и правильное осознание их, а также верное предмечивание их, позволят вам выступать в отношениях более независимо, скажем так, полноценно, равноправно, и тем самым повысить вероятность успеха вашего взаимодействия с людьми, и в том числе с возможными личными партнерами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, делайте его лучшим. Будьте благодарны.